Почему мы можем говорить о цивилизации? Есть только древнетюркская цивилизация, есть только один признак цивилизации, который заставляет нас говорить о том, что к этой границе, границе цивилизации, тюрки подошли, они создали собственную, оригинальную, нигде до того не существовавшую письменность. Это письмо основалось тайной для европейских ученых, хотя они отдельные надписи находили, до 1891 года, когда русский ученый Николай Михайлович Ядринцев нашел в Монголии, в Северной Монголии, там, где были ставки тюркских каганов, два огромных четырехметровых, две огромные четырехметровые стелы с трех сторон покрытые, тюркскими руническими письменами, а с четвертой имевшей китайские надписи. Открытие произвело фурор в тогдашней научной среде. Наконец-то двухсотвековая тайна будет разрешена. Наконец-то появится тюркский шампульон. И действительно такой шампульон появился. Им стал датский лингвист Вильям Томсен, и вслед за ним русский академик Василий Васильевич Радлов. Именно они, Томсен впервые нашел ключ к чтению этих письмен, а Радлов первым перевел их на европейский язык. Он перевел их сначала и опубликовал по-немецки, для того, чтобы это могла прочесть вся потрясенная открытиями научная Европа. Редактор субтитров А.Семкин